Длиннющие новогодние каникулы позади. Надеюсь, что все уже успели вернуться в рабочий строй. Я вот тоже успел вернуться, правда не успел постричься, так что буду сегодня перед вами в образе Шамиля Валеева, пародирующего Мустая Карима. Первое в 2021 году оперативное совещание правительства Республики Башкортостан показалось мне очень важным и насыщенным. Само собой понятно, разговор начался с развязки Бельского моста. Хабиров сразу же взял быка за рога в прямом и переносном смысле. И сообщил, что сам он задержался, проезжая мост примерно на 30-40 минут. Он назвал это входом в фазу расшивки Бельского моста. Тут же сообщил, что в ближайшем будущем будет и вовсе закрыт старый мост 1953 года постройки. В общем, то, что сейчас началось в этом месте в Уфе, это еще цветочки. Далее Хабиров начал поругивать Минтраз и мэрию. Собственно, за то, что они почему-то начали строить эту развязку и ломать ее 8-10 января, тогда, когда люди начали возвращаться с праздников. Оценил Хабиров попытку взаимодействия с населением со стороны Морзаева и всей этой Камарилии на двоечку. Также он посоветовал искать некие палеотивные временные решения для того, чтобы сгладить негатив. Вообще, во всей речи Хабирова чувствовалось то, что больше всего его волнует не то, что люди теперь будут черт знает как ездить по городу, а то, что люди будут теперь плеваться в сторону власти. То есть, негатив, который вырабатывает население, для Хабирова важнее, чем положение этого населения. Дальше Ради Фаридович и вовсе перешел к конструктивным решениям. Он, обращаясь к Назарову, сказал, что давайте-ка поговорим со строителями и сократим сроки строительства. Хабиров буквально поставил до пятницы ближайшее задание Назарову, чтобы он утряс со строителями и проектировщиками сокращение сроков строительства. Он даже сказал, я имею в виду Хабирова, что был у него соблазн хлопнуть рукой и прекратить стройку, в стиле Шата Руставелли. Но тут же Хабиров оговорился, что он понимает, что иначе мы теперь ничего не построим. Если он все время будет руками по столу хлопать, то ничего не получится. Вот тут мне сразу возник вопрос. Минуточку. А чем занимался наш глубоко обожаемый Алан Викторович Морзаев, если он со своей серьезной командой, со своим серьезным аграрным образованием прорешал этот весь вопрос? Они там спроектировали все, договорились, провели торги. Все, 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 сроки, материалы и параметры определили. И тут такой Хабиров говорит, а давайте-ка сроки сократим. Это значит, Морзаев и его вот это чудо-команда плохо работали все это время? Это значит, они зря получали наши денежки, если они вот так спланировали, а теперь по мгновению руки Хабирова они перепланируют? Вот тут, значит, не складушки какие-то получаются. Давайте уже определимся, это серьезная взрослая команда, или это какая-то гоп-стоп-компания, которая решает то, что мгновенно можно изменить по мгновению руки Хабирова. В общем, непонятно. Вот будем наблюдать, посмотрим, насколько Андрею Геннадьевичу удастся откорректировать гениальное решение Алана Викторовича. И поглядим, что мы на выходе будем иметь, но перебрать вот этот вот маленький мостик за чуть ли не год, это, конечно, какое-то легкое безумие. Вступление к оперативному совещанию Хабирова в этот раз получилось очень длинным, состоялось из двух частей. Во второй части он перешел к вопросу цен на отопление. Собственно, обсуждали только БАШ РТС, и Хабиров начал раздавать поручения. Во-первых, он попросил за день-два представить ему картину того, что происходит. Ну, из чего я делаю совершенно логический вывод, что Хабиров вообще не понимает, что там происходит с отоплением, что вообще стряслось и в чем, собственно, шум и гам. Далее Хабиров строго заповедовал своим подчиненным, не определяя конкретных лиц, чтобы вернули деньги, кому начислили незаконно. Однако тут надо тоже понимать, что все вот эти, значит, новогодние праздники на перебой общественная палата, БАШ РТС, всякие там эхи Москвы и прочие-прочие подпевалы, рассказывали нам, как правильно и абсолютно законно были начислены платежи БАШ РТС. Ну, Хабиров тут что, пошел против своих, что ли, я не пойму. То есть, свои вот эти все, они нам рассказывали все праздники, что все правильно, вы терпите, вы сами виноваты, вы сами не посчитали, и теперь вы ничего из этого не сделаете. И тут Хабиров говорит про возврат денег, это же какой-то нонсенс. Ну, в общем, в целом, по БАШ РТС Хабиров повелел разобраться. А самое главное, что он попросил ему сложить картину мира, обращая внимание, это выражение на оперативном совещании Хабиров употребил четыре раза. Так вот, в этот раз он попросил ему сложить картину мира в том смысле, что будет дальше с тарифами на отопление и как будет себя дальше вести БАШ РТС. Далее пошли более-менее по плану. Первым вопросом, как обычно, был вопрос с COVID-19 и выступил кавалер ордена Шеймуратова по совместительству министра здравоохранения Забелин Максим Васильевич. Орденоносный кавалер сообщил нам, что ситуация в области заболеваемости COVID-19 республики на редкость стабильно. Почти 21 тысяча человек уже заболели или переболели этой страшной болезнью. 165 человек составил прирост за минувшие сутки. В больницах 826 человек и только 72 из них в тяжелом состоянии. В целом Максим Васильевич имеет 6300 коек для COVID-19 и внебольничной пневмонии. При этом свободных коек сейчас аж 30%. То есть, вообще, тишь да гладь да Божья благодать. Выплаты по COVID-19 для врачей и медиков 100% совершены за декабрь и вот сейчас уже, значит, собираются доплатить за январь. По поводу прививочной кампании Максим Васильевич рапортовал о том, что поручение Путина наконец-то выполнено и привито 2 миллиона 430 тысяч человек от гриппа в Республике Башкортостан. Это примерно 60% взрослого населения. Но, правда, вот с прививками от COVID-19 все обстоит несколько иначе. Привито всего 7 тысяч человек, что менее чем четверть процента от населения Республики. И в ближайшем будущем Максим Васильевич ожидает всего-то еще 6,5 тысяч доз вакцины. То есть, речи о масштабной вакцинации от COVID-19 пока в ближайшее время в Республике Башкортостан не идет. Благосклонно выслушав орденоносца Забелина, Хабиров поинтересовался у Роспотребнадзора, планирует ли или предполагает ли Роспотребнадзор вспышку заболеваемости по результатам новогодних каникул. Представитель Роспотребнадзора с места сообщил, что уже фиксируется 3-процентный рост заболеваемости, но еще не пройден вот этот вот инкубационный период. И результаты праздников мы можем, как говорится, оценить дней через 7-10. Также представитель Роспотребнадзора упрекнул орденоносца Забелина в том, что в празднике абсолютно забили на тестирование. Не работали практически лаборатории в Республике Башкортостан, только 5 на всю Республику лаборатории оставались в рабочем положении. Однако Хабиров не переадресовал этот упрек Забелину, видимо, простив ему вот эти торжества по поводу награждения орденом. Хабиров нам сообщил, что спасение наше в вакцинации, что вакцинировать надо 60% населения. Однако от себя отмечу, что если мы теми же темпами будем вакцинироваться от COVID-19, то показатель этот мы достигнем только в 2025 году. В дополнение к докладу Забелина я бы отметил еще маленький доклад, который был в конце оперативки. Доклад этот сделали госпожа Шафикова, министр культуры, и господин Нафиков, министр туризма. Вот эти вот Шерочка с Машерочкой, Нафиков и Шафикова, рассказали о том, как замечательно прошли праздники в Новый год. Они представили десятки фотографий, где Снегурочки, Дедушки Морозы и прочие сотрудники администрации всех уровней отчитались о том, как весело и прекрасно они массово провели праздники в Новый год. Так вот, на этих фотографиях не было ни одного лица в маске. Это, конечно, конкретно подчеркивает то, насколько несогласованно действует правительство Республики Башкортостан. Если Максим Васильевич Забелин, позвякивая орденом Шеймуратова, борется за то, чтобы мы соблюдали социальную дистанцию и носили маски, то вот Шафикова и Нафиковы, вот эти вот все, они проводят массовые мероприятия, безумные празднества с участием всевозможных семеновичей, где никто не носит масок. Вот это, конечно, бросается в глаза и, наверное, принесет нам печальные плоды. Вторым текущим вопросом, как обычно был вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС, Борис Владимирович Беляев первым выступая сообщил, что в празднике система ЖКХ отработала слаженно, со снегопадами справились, и тут же перешел к вопросу о начислении платежей за отопление. Хотя Хабиров попытался даже воспрепятствовать этому докладу, но Борис Владимирович был неумолим. Он сообщил, что в рамках межведомственного взаимодействия создана рабочая группа, в которую вошли представители всех заинтересованных ведомств. Они за вот эти праздники умудрились оценить ситуацию, и пришли к категорическому выводу о том, что БАШ РТС абсолютно законно и правильно начислила 42% к платежам за ноябрь в платежах за декабрь. Борис Владимирович грудью встал на защиту БАШ РТС, совершенно четко и однозначно заявив, что платежи начислены правильно. И, как говорится, терпите и не истерите. Вот эта знаменитая фраза Морзаева, по-моему, теперь будет применима ко всем ситуациям, которые складывает наше правительство. Но тут я развожу руками. Даже Хабиров, в общем-то, не просил Беляева об этом заявлении. Судя по всему, Беляеву было там дано задание от компаньонов по отопительному бизнесу, чтобы он выступил на этом совещании. Далее Беляев попытался подкрепить цифрами свое заявление о том, что среднесуточная температура декабря составила минус 11 градусов, а среднесуточная температура ноября составила минус 1,8 градусов. И на основании вот этой разницы стоимость отопления выросла на 42%. Я боюсь предположить, что же мы заплатим, если у нас там, не дай бог, случатся 25-градусные морозы. А нам их вот буквально завтра обещают. В общем, конечно, тут Беляев абсолютно стал адвокатом дьявола в том смысле, что мы поняли, на кого он работает. Вовсе не на нас, а на БашРТС. И, соответственно, тут уже, ну, пожалуй, что не о чем рассуждать. Но Беляев немножко и подсластил пилюлю. Теперь он сообщил, что граждане, в общем-то, находятся не в безвыходной ситуации. Те, кому пришли там платежки на 8-12 тысяч за декабрь, могут оплатить их в кредит. Вот, оказывается, теперь можно получить рассрочку. Если слезно попросить об этом БашРТС, то БашРТС, возможно, разрешит вам платить по частям. В общем, конечно, это был аттракцион невиданной щедрости и находчивости по решению проблем населения. Теперь мы будем коммунальные услуги в кредит оплачивать. Ну, в общем, я не знаю, что тут дальше говорить. Хабиров выслушал Беляева, весьма так напряженно выслушал, прокашлялся и сказал, что он дословно. «Я мало что понял, честно говоря», – сказал Хабиров. «Вы зря докладывали, напрямую», – сообщил Хабиров Беляеву. «Нужно было более глубокое взаимодействие организовать. Тут нет врагов и фашистов», – пытался сгладить ситуацию Хабиров. «Надо понять картину мира», – во второй раз применил это выражение Ради Фаритович. «Картина мира пузырится», – сказал Хабиров, я не понял, что он имел в виду. Вообще, очень забавно наблюдать, как Ради Фаритович обогащает свой словарный запас и запас выражения. Вот сейчас он где-то, значит, уловил вот это выражение «картина мира» и за одно только совещание применил его четырежды. Чувствовалось, что оно очень нравится ему, то есть вот как-то вот по форме. Вот тут у него «картина мира» не сложилась, здесь она пузырится. Было очень интересно. Но вернемся к господину Беляеву, который, очевидно, поторопился заступиться за своих хозяев. Хабиров, конечно, был немножко смущен вот этим выступлением своего подчиненного, потому что он, в общем-то, не в ту сторону собирался увести разговор. И тут Беляев, значит, с плеча рубанул, что, как говорится, платите и не истерите. Хабиров поискал в мониторе глазами Грекова, попытавшись, значит, немножко, видимо, перевести на него стрелки, покричал на монитор, помахал туда рукой. Греков не выходил на связь. Потом его вывели все-таки на связь, но звука не было. Сергей Николаевич беспомощно махал руками. Хабиров даже пошутил, что, пожалуй, можно было бы и жестами объяснить, как там дела идут. Тем самым Сергей Николаевич Греков почти превратился в того мальчика, который жестами объяснял, что его зовут Хуан. Но, в общем, не получилось пообщаться с нашим предполагаемым мэром Уфы Хабирову. И, в общем-то, разделить ответственность за безобразные выступления с Беляевым Сергею Николаевичу Грекову не получилось. Что может быть и к лучшему. Но, напомню, господин Беляев полностью явил нам свою сущность. Мы теперь понимаем, что он, по сути, на стороне БАШ РТС. И, видимо, изо всех сил будет отстаивать правильность начисления вот этих вот чудовищных платежей, которые мы получили за декабрь. Вторым садокладчиком по этому большому вопросу должен был быть Алан Викторович Морзаев, который нам обычно рассказывает, печальным голосом рассказывает о своих недостижениях в области безопасности дорожного движения. Но, как выяснилось, Алан Викторович отбыл в отпуск. Замечательно вообще, восхитительно. Натворив вот это все с развязкой, господин Морзаев возложил свои обязанности на своего заместителя Жулькова Виктора Михайловича. И отбыл неизвестное направление. Чудесно, чудесно. Значит, город теперь бьется в пароксизме вот этой пробки. Стоит по 40 минут, по часу, значит, на мосту. А господин Морзаев где-то, видимо, в теплых краях. Ну да ладно. Заместитель Морзаева Жульков Виктор Михайлович сообщил нам, что с 1 по 11 января случилось 64 ДТП, в которых погибло 12 человек. Это чрезвычайно много. Учитывая то, что за новогодние праздники случились и аварии с автобусами, и гибель детей в ДТП и прочие ужасы. Ну, в общем, то есть, то, что происходило у нас в области безопасности дорожного движения, оно продолжает происходить закономерно и в 21 году. Видимо, господин Жульков, не обладая талантами Алана Викторовича, не смог имитировать достоверную печаль в голосе, и Хабиров напомнил ему о том, что Республика Башкортостан занимает нехорошее четвертое место в Российской Федерации по смертности на дорогах. Также Хабиров зачем-то рассказал Виктору Михайловичу о том, что уже приняты серьезные решения в области улучшения ситуации в безопасности дорог Республики Башкортостан. К слову сказать, все эти меры сводятся к увеличению штата сотрудников ГИБДД и увеличению количества камер. Не Алан Викторович, не Радий Фаритович даже не помышляют о том, что дороги Республики Башкортостан нужно улучшать по качеству, чтобы на них перестали погибать люди. Они подразумевают только контрольно-карательные функции. То есть только при помощи наказания и выявления нарушителей Хабиров и Марзаев пытаются улучшить ситуацию на дорогах. Что-то мне подсказывает, что у них ничего не получится, потому что на самом деле они идут абсолютно неправильным путем. Только улучшение состояния дорог в регионе может повлечь за собой уменьшение количества смертей на дорогах. Но, к сожалению, этого Хабиров и Марзаев не понимают. Третьим садокладчиком традиционным был Гумеров Фарит Рифович, который рассказал нам о ситуации с пожарами. В новогодние праздники с пожарами было все более или менее благополучно. Ну, как бы статистически благополучно. Примечательно, что Фарит Рифович ни словом не обмолвался о ходе расследования гибели 11 стариков в Бзелиловском районе в доме для престарелых. Хабиров также избегает этой темы. Судя по всему, я оказался прав, и госпожа Иванова избежит какого-либо наказания за то, в какое состояние она привела сферу социальной помощи в Республике Башкортостан. Ответит за все стрелочница, директриса этого приюта. И даже, наверное, сотрудник Ивановый, который был соучредителем этого предприятия, тоже не попадет ни под какую ответственность. В общем, конечно, здесь мы, наверное, увидим очередной пример безнаказанности высших чиновников Республики Башкортостан, даже в той ситуации, когда они лично допустили подобные нарушения и подобные огрехи в работе своего ведомства. С коротким докладом на совещании выступил министр экологии и природопользования Искандаров Урал Салаватович. Зачем-то Урал Салаватович рассказал нам о том, как он вывозил мусор жителей Республики Башкортостан в праздничные дни. Урал Салаватович отчаянно похвастался тем, что в праздники мусор вывозился образцово. И вообще в Республике создана автоматизированная система фотографирования помоек. Вот именно эта система оборота ТКО у нас считается автоматизированной системой. То есть то, как водители на свой смартфон фотографируют помойку, является автоматизированной системой по контролю за вывозом ТКО. Вдумайтесь, вот это единственное достижение за два года в области оборота ТКО. То есть ни одного мусор зажигательного завода, ни одного сортировочного завода, ни одного завода по переработке мусора в Республике Башкортостан не построено, мы научились фотографировать помойки. Вот это главное достижение мусорной реформы. К слову сказать, доклад Урала Салаватовича был кратким и вполне себе понятным. То есть говорить-то, собственно, не о чем. Вот на самом деле. И Урал Салаватович, в общем-то, особенно слов и не потратил. Комментируя выступление министра экологии, Хабиров сказал следующее. Я считаю, что задачу, которую поставили мы за эти два года, выполнили, конец цитаты, не уточнил, Радий Фаридович, какую задачу. Задачу по обучению водителей мусоровозов фотографированию помойок. Вот это была задача мусорной реформы. Но мы понимаем, что общая концепция у нас такая. Бесконечно себя хвали, даже если не за что. Но вот тут надо бы как бы проконкретизировать. Вот, например, губернатор Подмосковья Воробьев. Он закрыл все 52 мусорных полигона, которые были в Подмосковье. Все. Больше мусорных полигонов нет. Только сортировка, переработка и утилизация отходов. Вот это задача. Вот это достижение. А чего достиг Хабиров за эти два года? И вот этот вот Искандаров. Научили фоткать помойки, что ли? Но, тем не менее, Ради Фаридович себя похвалил. Но тут же оговорился, процитирую, мы не сделали подхода к главному, переработке. Тарифы занижены и необоснованы экономически. Тут Ради Фаридович перешел к своей любимой песне. Эта песня такая очень противоречивая. Он одновременно хвалит себя и ругает. Он сознается в том, что он намеренно создал экономически необоснованные тарифы в Республике Башкортостан по вывозу мусора. Тем самым, по сути, парализовав развитие вот этой отрасли. Но при этом он как бы освободил людей от лишних трат. И он вроде как молодец, но при этом он парализовал целую отрасль экономики. Не дает ей развиваться. Она не может развиваться при таких тарифах. Но это, по крайней мере, по его словам. Мы ведь не знаем на самом деле, как поживают вот эти вот операторы по вывозу мусора. Мы знаем, что там происходят какие-то непонятные теневые процессы. Мы знаем, что один из этих операторов, который попытались тут выдавить, значит, из Башкирии, оказался причастен к сыну экс-генпрокурора Чайки. И, как говорится, пальчиком погрозили нашим тут всяким Сидякиным и прочим, и те быстро отскочили. В общем, какие-то не очень, на самом деле, понятные процессы происходят в этой отрасли. Сказать, что они бедствуют, я тоже не могу. Но Хабиров вот сейчас нас плавно подводит к тому, что мы будем повышать тарифы. И тут, рассуждая об этой всей мусорной реформе, в кавычках, которая случилась у нас в Республике Башкортостан, Хабиров произнес абсолютно программное заявление. Процитирую его дословно. «Бессовестно брать деньги у людей за то, что по сути является ничем». Конец цитаты. Ну, собственно, это заявление тянет, наверное, на программное заявление и могло бы стать самым коротким обращением главы Республики Башкортостан, например, к Госсобранию, над которым безуспешно сейчас бьются все горе-политтехнологи Хабирова. Представьте себе, Хабиров нам говорит «бессовестно брать деньги у людей за то, что по сути является ничем». Ну, в общем-то, это в определенном смысле иллюстрирует всю деятельность его вот этой команды, простите за выражение, которую мы наблюдаем последние два года. Это относится, наверное, и к системе ЖКХ, и к этому вывозу мусора, и к этим всем бессовестным башкирским дворикам и прочим заборчикам Киреева, все это на самом деле является ничем. Вот по большому счету. И только в представлении Хабирова и его вот этих вот товарищей, которые определенным образом расчленяют бюджет Республики Башкортостан, это является каким-то достижением, результатом и каким-то, значит, там, параметром. Завершил Хабиров оперативное совещание и вовсе перечислением задач на 2021 год. Он прям так сказал, а сейчас я вам сообщу главные задачи 2021 года. Начал ради Фаритович политических задач и первой политической задачей грядущего года Хабиров считает перепись населения, всероссийскую перепись населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля, в том числе и в Республике Башкортостан. В очередной раз, применив словосочетание «картина мира», в этот раз уже к сути переписи, Хабиров сообщил нам о том, что это очень важная задача, что отвечать за нее будет Сидякин. Хабиров по ходу дела спросил Сидякина, сколько потребуется нам переписчиков по Республике Башкортостан. Александр Геннадьевич категорически был не готов отвечать на вопросы начальства, судя по всему, после праздников он в себя еще не пришел, и что-то такое там нечленораздельное мемлил с места. Но Хабиров, в общем, назначил Сидякина главным и перешел к дальнейшим задачам. Второй главной политической задачей грядущего 2021 года Хабиров определил выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Это действительно значимое событие. В 2021 году осенью у нас случатся выборы, но что-то мне подсказывает, что ничего интересного на этих выборах мы уже не увидим. Потому что, по сути, конечно, выборов в Российской Федерации уже и не осталось. Третьей магистральной задачей Хабиров обозначил борьбу с COVID-19. Но, видимо, опомнившись, что он увлекся вот этой всей политикой и задачами, которые, по сути, ставит Кремль, а не жизнь, Хабиров вспомнил про COVID-19. Тут же оговорился, что это вообще-то первая задача, и что нам там море денег до небес дали в прошлом году. В частности, он упомянул, что в прошлом году, в 2020 году, ведомство Забелина сумело переварить аж целых 36 дополнительных миллиардов рублей. Видимо, за этого ему орденок Шеймуратова и перепал. Но, действительно, 36 миллиардов переварить за год, это, наверное, трудился Максим Васильевич день и ночь. Ну, в общем, Хабиров сказал, что мы за счет этих денег укрепим здравоохранение Республики Башкортостан. Вот с этим укреплением, конечно, он очень рискует, потому что, судя по всему, здравоохранение деградирует и деградирует, а вовсе не укрепляется, несмотря на дополнительные 36 миллиардов, которые непонятно куда делись. Далее Радий Фаритович перешел к более понятным экономическим задачам. Он сообщил, что основной задачей экономического блока будет повышение индекса промышленного производства в Республике Башкортостан. Причем упор нужно сделать не на этот безнадежный малый и средний бизнес, а, в общем-то, на понятные компании Башнефть, Ростех и Газпром. Это вот три кита, на которые опирается экономика Республики Башкортостан, по мнению Радия Фаритовича. Также Хабиров заповедал не забывать о развитии экономической зоны Алга. Наконец-то нужно, чтобы там появились хоть какие-нибудь резиденты. И отдельно Хабиров остановился на задачах сельского хозяйства, упомянув, что основной задачей в области сельского хозяйства станет переработка продукции, чтобы мы поставляли не только сырье, а уже готовые продукты. И тут Хабиров уже опустился в откровенную рекламу. Он рассказал о том, как он съездил в Бирск, и какие там замечательные бирские пельмени, изысканные. То есть, он уже конкретно полностью упомянул название предприятия и его продукции. Хабиров очень рекламировал пельмени, говорил, что мы не пожалеем, если мы их поедим. Тут же упомянул, что, наверное, сейчас на него напишут заявление какие-нибудь особенно грамотные депутаты, судя по всему, пометуя о Дмитрии Чувелине. Но Хабиров бесстрашен и абсолютно неумолим. Если он хочет что-нибудь рекламировать, он будет рекламировать. Далее Хабиров перешел к более локальным задачам, к задачам строительства и празднования 450-летия Уфы. В принципе, это почти одно и то же. Судя по всему, команда Хабирова и он сам ассоциирует юбилей города Уфы с огромными стройками, которые они планируют реализовать на федеральные деньги и уже потирают ручки. Хабиров сказал, что нужно к лету уже создать некий список объектов к празднику, празднования юбилея города. Значит, уже нужно торопиться, уже нужно начинать выбивать деньги из федералов. Также он сообщил, что к 2030 году поставлена задача строить в республике 4 миллиона квадратных метров в год. Я тут сразу хочу спросить, Радий Фаридович, а вы правда хотите с нами оставаться до 2030 года? Ну уж вы скажите заранее, чтобы, может, мы как-то планы поменяем свои. Ну, в целом, вот про строительство было довольно сумбурно. Тут же он говорил там и про восточный выезд, и про, значит, реконструкцию мостов и прочее-прочее. Ну, как говорится, Остап и несло. Но в целом тут вот задачи были поставлены вот так. Очень примечательно, что среди задач, которые поставил Хабиров своему правительству на 2021 год, ни слова не было сказано о, значит, социальной сфере. Практически не говорили о медицине, но кроме вот там вот этого вот освоения средств Забелином больше ничего такого не было. Ни об образовании, ни о культуре не было не сказано ни слова. Ну, правда, он там говорил, что надо бы там цирк отремонтировать. Позвольте. Ну, да, у каждого своя культура. Так вот, значит, вот это очень бросалось в глаза. То есть, Хабиров понимает освоение и развитие республики только в виде освоения бюджетных средств, вот там, федеральных, республиканских, неважно как, да, лишь бы они были, лишь бы они притекали. Вот он, значит, именно этого требует от своих подчиненных, там, выбивайте, выбивайте из федералов деньги. Это, конечно, очевидно, вторичная модель Татарстана. Так себя вела соседняя республика, ну, правда, 10 лет назад. И Хабиров сейчас пытается повторить этот славный путь. Конечно же, это не удастся. Времена нынче не те. Подытожим оперативку. Честно говоря, мне бросилась в глаза растерянность Хабирова и его окружения в том смысле, что они, очевидно, не решили, кто будет виноват во всей этой истории с развязкой Бельского моста. То ли на Морзаева это свалить, то ли на Грекова, но на Грекова вообще нелогично, он тут почти ни при чем, он все еще даже не мэр Уфы. На Морзаева свалить, так он же с Тефлоновой, его нельзя трогать, он настолько свой, что аж 30 миллиардов осваивает. И вот как быть-то вообще? Тем более, Морзаев вообще куда-то съехал. Вот эта растерянность ощущалась. Хабиров, очевидно, не принимает ответственность на себя. Он вроде как тоже ездит по этой дороге и там тоже как-то этим недоволен. Подконтрольные СМИ начали уже кудахтать, значит, о том, что ужас-ужас, значит, надо искать виноватых и все сделано неправильно. А при этом, а кто виноват-то? Чудо Морзаев, значит, он неуязвим. Кто? Греков, еще не мэр. В общем, вот эта растерянность очень чувствовалась. Ну, а вот по списку задач, которые Хабиров видит для себя и для республики в 2021 году, это, конечно, очень печальный список. Я понимаю, что человек мыслит категориями исполнения заказа из Москвы и освоения денег бюджетов и больше ни о чем не думает, это, конечно, честно говоря, ужасно. Мы не видим реальных направлений развития республики, мы не понимаем, как она будет развиваться концептуально, вот эти всякие алги и прочее, мишура, это, понятное дело, сойдет, а что будет на выходе? Упадок, закрытие предприятий, которое мы наблюдали весь 2020 год. Если это продолжится, ну тогда о каком развитии мы можем говорить? Ну тогда о каком развитии